Доброе время суток всем зрителям моего канала. Сегодня я снимаю кулинарное видео. Мы с вами находимся у меня на кухне. Будет у нас блюдо в китайском стиле курица в кисло-сладком соусе. На гарнире мы сварим рис. Выглядят продукты, которые будут использоваться в приготовлении курицы в кисло-сладком соусе. Это, конечно же, по порядку курица. У меня не было филе, я взяла обычную курицу, порезала ее не так мелко, как требовалось бы в рецепте. У нас такая получается курица в кисло-сладком соусе а-ля Рус. Для начала мы будем обжаривать курицу на масле. Также понадобится головка лука, большая. Если у вас есть морковь, также берется морковь. Я еще использую кабачки и болгарский перец. Они будут из блюда положены одновременно. И томаты. Завершающим будет кисло-сладкий соус от Сен-Сой для приготовления курицы и мяса в кисло-сладком соусе. Здесь сзади есть рецепт, как нужно делать. Но я буду немножечко отклоняться. Я уже, скажу вам честно, отклонилась от рецепта. Курицу я замариновала в соевом соусе. Она так должна у нас полежать ну, как минимум, 10 минут. На гарнир у нас будет рис. Вот он и... С таким соусом этот рецепт, конечно же, на скорую руку. Если у вас нет в наличии данного соуса, ничего страшного. Вам понадобится 1 столовая ложка 9% уксуса для того, чтобы заменить этот соус. Чайная ложка сахара. Уксус, сахар вы можете варьировать по своей чувствительности, по тому, как вам нравится. Обязательно нужно взять молотый, либо даже лучше свежий имбирь, корень имбиря. Тоже на ваш вкус, на ваше усмотрение. Если берете молотый, то примерно треть от чайной ложки понадобится вам. Крахмал, вода. То есть это прям такой минимум самый, который потребуется для создания блюда. Ну что ж, приступим. Курицу начнем обжаривать. Ну и, конечно же, остатки соуса тоже пойдут сюда. Именно поэтому блюдо солить я не буду. На достаточно высоком огне обжариваем курицу приблизительно 7 минут. Периодически помешивая. Добавляем лук и обжариваем еще 2 минуты. Чтобы не терять времени зря, приступим к варке риса. Для начала его промываем. На один стакан риса я использую 2 стакана воды. И ставим на огонь. Чуть-чуть подсоли ее рис и варим его, как обычно. Теперь у нас настал черед кабачков. И все. Перец. Ну и до ростов. И все. И все. Вот. И все. Найдобно. Перец. Ну и до ростов. Добавляем. Для того, чтобы добавлять в блюдо. Он имеет оранжево-красный цвет. С краплением овощей. Пахнет очень вкусно. Ну вот уже пора добавлять томаты в наше блюдо. И сразу же добавим соус. Кстати, забыла сказать, перчик с кавычками мы обжаривали тоже около 2 минут. Соус я уже развела, как вы видите. И по рецепте добавляем его 3-4 стакана. Все тщательно перемешала и накрыла блюдо крышкой. В то время у нас уже подошел рис. Пока он варится на самом большом огне. У меня это шестерка из шести. Затем через минуты 3 я поставлю на тройку. А потом еще через 3 минуты поставлю на единичку. Так он будет доходить. До своей окончательной готовности. 5 минут у нас уже тушится наша курица с овощами на огне. На достаточно высоком. И за 2 минуты до окончания приготовления мы добавляем оставшийся часть распределенного готового соуса. Осталось уже совсем чуть-чуть. Вариации для приготовления данного блюда. Вариации из овощей. Вы можете думать сами какие-то приходить. Можно добавлять аланас. Можно какие-то ингредиенты упустить. На какие-то сделать упор. Даже может быть какие-то соусы. Вариации у вас появятся. Когда вы будете творить муки. Осталось всего 2 минутки. И через 2 минуты мы будем уже пробовать замечательно вкусное, горячее, свежее, аланас. И вы будете вкусно вкусным соусом. Вариации очень просто. Мы накладываем овощи сначала. И накладываем овощи и овощи. Всем приятного аппетита. Желаю, чтобы ваши кулинарные успехи радовали не только вас, но и окружающих. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok